Ахалкикинцы Ахалкинцы 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 Субтитры создавал DimaTorzok В древности звали эту реку Джейхун Верили, она берет начало в раю Мирно жили на ее берегах многие туркменские племена Воды и пищи хватало на всех Но изменила русло Джейхун С тех пор и зовут ее Амударья Бешеная Вода ушла не сразу Еще долго обманчиво сверкали в старом русле озера Но горькая соль уже напитала их воду Безжизненной коростой сковала землю Уже пять веков здесь узбой Мертвая долина Ушла вода И увела с собой и достаток, и мир, и согласие И начали враждовать племена И вот однажды Чтобы выжить Люди племени Теке Привычные кочевой жизни Двинулись на восток Ушли Гонимые жажды Припадаю с мольбою к тебе всеблагой Пощади Дай дождя Дождя, мой султан Стражду я Жажду я Горю пред тобой Пощади Дай дождя Дождя, мой султан Пред высоким твоим порогом стоим Губ сухих не омыв Молитву творим Низ пошли урожай Страдальцем земным Пощади Дай дождя Дождя, мой султан Дай до цели дойти Владыка светил Старинное предание Рассказывает После долгих скитаний Судьба подарила Теке Несколько сказочно счастливых лет В урочище Вас Но жестокий сосед Хивинский хан Перекрыл русло реки Которая несла воду В поселение Теке Шел 17 век Вождем народа Теке Был в те времена Кеймир Ко Он увел свое племя На поиски Новой благодатной земли И снова Они шли и шли Гонимые жажды Вряд ли одолеть бы им Этот путь Если бы не верблюды Без них и сегодня В пустыне Не проживешь Рассказывается Покупка верблюда – дело серьезное. Как и много веков назад, когда шумели здесь многоязыки и пестрые базары великого шелкового пути. А тогда, почти четыре столетия назад, караваны теке двинулись на юг. Где-то ведь есть она, земля обетованная. Жизнь здесь, в предгорьях Болхан, стала еще одной передышкой в скитаниях. Субтитры создавал DimaTorzok И сегодня не забыли люди теке, как охотились в этих горах их далекие предки. Соколы, с быстроногой тазы, туркменской борзой. Субтитры создавал DimaTorzok И остались бы теке в этих краях, но людей было много, а воды мало. Она манила, вот, рядом, а оказывалась в мираж. Жажда погнала таки дальше, в ахал, в благодатный оазис. Но на плодородных землях Ахала уже давно жили оседло другие туркменские племена. Самое большое среди них – емрели. Нужно было заставить их потесниться. Сохранилась легенда. Кеймир Кор подарил емрелинцам верблюдицу с верблюжок. Доить ее земледейцы емрели не умели. Кеймир прислал в крепость старую женщину. Мол, поможет доить. Она и доила. А сама смотрела, слушала. Скоро Кеймир Кор знал все о военных силах емрели. И начал теснить их. Емрели поступил. Вроде и не беспомощны были местные племена. Но такие без особого труда захватили и ахал, и другие оазисы. Ни одно племя не хотело помочь другому. Недружно жили. Вражду между ними разжигали могущественные соседи. Персы, бухарцы, хивинцы. Поодиночке ведь легче расправиться с непокорными. Редко выпадал год, когда не налетали захватчики на земли туркменов. Когда удавалось спокойно вырастить и собрать урожай. Только надежда на возрождение помогала народу выжить. В девятнадцатом веке вождем Теке был Коушут хан. Политик мудрый и дальновидный. Он первым решился нарушить древний закон, запрещавший выдавать дочерей замуж за иноплеменников. Понимал. Роднятся племена, и из врагов станут друзьями. Что может объединить крепче, чем семья? Роднятся племена. Девятый кокмę Роднятся племены. Роднятся племены. Гриб на confidential «возвmos». Роднятся племена. Ничего себе! Прийти в чужой двор и начать его подметать. Невероятно. А вот хозяева не удивляются. Понимают, пришла сваха. Так заведено много веков назад. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вроде бы просто светская беседа. О свадьбе ни слова. Но сваха волнуется. Примут родители невесты, значит, женихам по душе. Не примут... Теперь можно готовиться к свадьбе. Но всё ещё не истинно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Это ответный подарок В доме жениха готовят праздничное угощение Этим утыке занимаются только мужчины А в доме невесты свои заботы Двадцать баран зарезали к свадебному тою Какая свадьба без плова? Так одевали текинских невест и много-много веков назад Женщины племени Теке никогда не закрывают лица Только однажды, в день свадьбы Почему? А вдруг кто-то сглазит невесту на пороге новой жизни? Или не приведи Аллах, злой бог до нее доберется? А это ешмак Так закусывают платки только мужние женщины Тоже старинные обычаи племени Теке Встретить свадебную процессию Хорошая примета Так считают Теке Да и все туркмены Во время великого переселения Теке поглотили многие туркменские племена И тем самым спасли от персидского рабства Кеймир Кор У которого было всего 20 коней Сумел внушить посланцу повелителя персов на Дершаха Что всадников у Теке столько, сколько в мире насекомых От тех самых 20 коней И пошли прославленные охотекинцы А тогда Надир Шах предложил Текинцам Платите мне дань Просто в знак уважения Всего ничего По одному шарику гурт С каждой кибитки Эти шарики из кислого сыра Сушат А потом берут с собой в дорогу Для кочевника продукт незаменимый Но зачем гурт всемогущему шаху? Кеймир понял Проверяет Так ли уж много людей у племени Теке День и ночь все женщины Теке Делали гурт Послали шаху 40 тысяч шариков И он поверил С тех пор и стали называть текинцев Племенем 40 тысяч кибиток Не рискнул на Дершах Нападать на такой многочисленный народ Здесь высоко в горах Живут на хурли Их-то совсем много Но именно им Пожалуй единственным Удалось избежать и поглощения Со стороны текинцев И порабощения Со стороны персов Персы пытались захватить на хур Но быстро убедились Неприступные на хурские аулы Теке нападать и не думали Они ведь уже нашли землю Где им не грозила жажда Вот и удалось Маленькому племени Сохранить Своеобразие языка Обычаев, культуры Ай, рак! Гелин, они едят Гелин, они едят Гелин, Гелин Гелин, Гелин Некоторые ученые утверждают Именно на Хурли есть самые чистокровные туркмены. На другие племена влияли и наземные завоеватели, а на Хурли как жили, так и живут в своих недоступных горах. Но сами-то на Хурли думают иначе. Они уверены, их предками были воины Александра Македонского. Когда рухнула Великая Империя, большинство легионеров вернулось на родину. А кое-кто остался. Легенда. Но недавно сюда приезжали ученые из Греции и были потрясены, откуда в языке на Хурли так много греческих слов. Великая Империя, большинство легионеров вернулось. Так вносят тяжести женщины-горянки во многих странах. И в Греции тоже. В Туркменистане такое увидишь только в Нахуре. Это Юват. Древние обычаи взаимной помощи, поддержки. Сегодня соседи копают землю у одного, завтра у другого. Вместе строят дома, собирают урожай. И никто не чувствует себя одиноким, беспомощным перед тяготами жизни. Так и в отношениях между племенами. В одиночку не выжить. Первыми давным-давно это поняли люди племени Теке. Иногда не действовали силы, бывало. Из истории не выкинешь. Но именно они помогли объединиться всем, кто называет себя туркменами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok